Это программа Бункер С. И с вами ее ведущие Джон Шемякин, Ирнест Старателев и я, Белла Михельсон. Здравствуйте! 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 Мы продолжаем обсуждать новости. В Самаре 30-летняя женщина гитарой пробила голову соседу. Лежал он и думал, что жизнь хороша, кому хороша, а кому не жижа. Инцидент произошел в микрорайоне Юнгородок на улице Железной дивизии. Ну а странно было бы вообще на улице Железной дивизии, чтобы жили какие-то добрые и наивные люди. Живешь на улице Железной дивизии, то будь готов отбиваться гитарой. Я хочу заметить, что, ты знаешь, Джон, я бы как-то, знаешь, не марганализировал бы эту тему, потому что аналогично могло произойти между Мариной Владимировой Владимировой Высоцкой. Вообще между любыми людьми страсти. Конечно, на улице Осипенко и такое происходит, но там голову пробивают скрипками. Ты понимаешь, в чем дело? На Волоском проспекте там используют флейты. Флейты? Понимаешь, в самых разных вариантах. Страшно подумать, что происходит на Вилоновской 2А и 2Б. С ужасом, скажу тебе, думаю, происходит ровно то же самое, что в микрорайоне Юнгородок на улице Железной дивизии. Дерутся гитарами, всеми подручными предметами. Кстати, хочу заметить, это еще какие-то люди тонкие, тонкие, музыканты. Молодые, вот я сейчас сказал и покраснел. 36-летний мужчина, для меня он молод, получил травму во время распития алкоголя. Я бы сказал, алкоголя. Алкоголя. Вместе с 30-летней соседкой. И вот она хватает гитару, а я не знаю, может в это время она пела на Тихорецкой. В ее состав отправится. Она из рук вырвула, думаешь? Нет, это она пела. Вагончик тронется, перрон останется. Смотрит, а он за колбасой рукой тянет. А он спит. И она так, чтобы его не разбудить. Стена вокзальная. Вот это, да, да. И тут подружки заваливают, которые помогли. Женщины-зверь. А я представляю, как Белла Махмудовна приходит после наших чудовищных посиделок, приходит домой, надевает сатиновые шаровары, застиранную майку, алкоголичку в такую вытянутую. Проходит тяжело, значит, шаркая. Тяжелые поступки. Тяжелые поступки проходят на кухню. Там, значит, ее муж. Алкоголь. Стоит. Стоит с констрюлей. В руках у него алкоголь. А Белла Махмудовна так, значит, прикуривает. Так смотрит на него. Ну, что стоишь-то? Отгразывает комфорт. Прикуриваю прямо дома, да? Отгразывает комфорт, конечно. Прикуриваете прямо дома. У вас можно дома курить, Белла Махмудовна. Об этом знают все. Он так прикуривает, он так робко ставит, значит, кастрюлю с борщом. А ты знаешь, прям такой огненный взор, что в ее городке женщина-мужика гитарой на глушняк. А он после этого как шелка, конечно. У вас очень богатые фантазии, дорогой Джон. Вы знаете, у меня все очень богатое. Наконец-то есть открытие, которое объясняет всю и значительную часть драматической жизни наших соотечественников. Да и не только наших. Ученые объяснили схожесть поведения жен и тещ. Я считал меня ничем не испугать. До того, как я увидел твою мать. А вообще-то нужно, Кать, о таком предупреждать. Ведь ты же видела и раньше свою мать. Медики США, Японии и Великобритании обнаружили, что эмоциональное состояние женщине, жене, может передаваться от ее матери. Причем там МРТ использовали все необходимые исследовательские аппараты. Причем, обратите внимание, ученые обнаружили тесную связь между депрессией у матери и риском ее возникновения у дочери. И не нашли такой связи между матерью и сыном, отцом и сыном, отцом и дочерью. Понятно, что на нашем практическом опыте мы всегда это знали. Но сегодня это научно доказано. Научно доказано. У батя депрессия, и он ходит по дому с заряженным ружьем. Это никак не влияет на сына. На дочь. Никак. И на сына никак не влияет. А мама загрустила над луковицей. И дочка в 75 километрах внезапно завыла. Вывод-то простой и известный, описанный в нашей киноклассике. Жениться надо на сироте. В Тольятти праздник. Праздник. В пяти крупных торговых центрах заработали наконец-то молокоматы. Молокомат используется по аналогии с кофейным автоматом. Только внутрь вставляется тара, которая за несколько секунд наполняется молоком. Также аппарат дает сдачи. Идите молоко, будьте здоровы. Идите молоко, будьте здоровы. Самое интересное, аппарат дает сдачи. Молоко имеет жирность. Его нужно кипятить. Нужно, да. Давайте назовем молокомат каким-то русским словом доильня. Стоят эти самые доильни. Туда... Молокоматери. Молокомать. Это молокомать. Доильня. Там, значит, все наглухо. Засовываешь деньги. Оттуда щедрой струете в подойник или в какую-то емкость. За несколько секунд. Прямо шик-шик-шик-шик-шик. Но самое главное, что можно литрами брать. То есть, какую емкость надо брать, чтобы получилось литр. С обратной стороны заходить, с ведром стучаться. Молоко туда заливается или там тоже порошочек и вода? Вот как это вообще? В общем, это все, знаете, как... Заливается, я думаю. Настоящее молоко. Тогда объясните мне, зачем молокомать, если ты все равно заливаешь. Зачем молокомать тебе? Ну, разлил... В торговом центре зачем вам молоко? Объясните мне. Вот я понимаю... Ну, вот смотрите. Давайте. Ну, шли вы, например, из кино. И молочка захотелось. Вечером. Хлебнуть стаканчик. Понимаете, что вы хотите сейчас прийти домой и выйти в кофе? Слушайте, там рядом надо поставить кипятильник. То есть, рядом с молокоматерью ставишь кипятильник и кипятишь. Кипяточек. Помните, как это в гражданскую войну? Кипяточек, и вот кипяточек. Буржуйку. Молокоматерь и кипятильник. А я заплакала от истории Беллы Машмодовны. Она говорит, выхожу я из кино и захотелось мне попить кофе. Обращаю ваше внимание, вся трагедия трудовой женщины как на ладони. Вместо того, чтобы пойти, кутаясь в меха, пойти в кофейню. Ну, я, знаете, имела в виду, если поздний сеанс. В позднюю кофейню. Вот, чтобы там за вами ухаживали и подливали. А вы капризничали и говорили, что а мне латте, а мне вот с корицей. Вы подходите к этой доильне, просовываете 100 рублей после просмотра фильма. Оттуда пс-пс-пс-пс. Ну, там какие-то звуки должны создаваться. Женщина довольная, с молоком идёт домой. И вы такая идёте с молоком, и все видят. Где бушки птицы? Одиночка, одиночка, крупными буквами. Одиночка с занятыми руками. Одна ночь. Одна идёт домой. Просто жертва для всего, буквально. В Тольятти засняли первое в истории ДТП сладогиста. В Тольятти какой-то океан Соляриса. У Станислава Лема был такой океан Соляриса, который всякую неведомую фигню время от времени выдавал зрителям с орбиты. То же самое и в Тольятти происходит. У нас просто редактор наш из Тольятти, видимо, новость-то в чём? Что в Тольятти засняли первое в истории ДТП с Ладой Вест. У них событие. Радостное. Радостное событие. Я надеюсь, что когда-нибудь заснет последнее ДТП с первой моделью Жигули. Сегодня мы засняли последнюю. С участием Роллс-Ройс. Сильвер Голлс. Обрати внимание, фокус в чём? В том, что, естественно... Смотрите, в чём? Драматичная история. Во всём виноват был Ландровер. Он несчастную эту Ладу Весту обидел. И тут подлетает Калина. Калина. И с хвоста. И отомстила просто. Со знаком ученика. Калина Красная. Был такой чудесный фильм с Шукшиным об уголовниках. Там все были уголовники. Это Калина-уголовница. Нажимально приняла... Вообще я понимаю. Я понимаю логику пиарщиков с АвтоВАЗа. Наша Лада Веста. Это нормальная машина. Она попадает в аварии. Вы думали, что она прямо... О, нет. Она нормальная. Она попадает в аварии. Она может сталкиваться с Рейджеронерами. Она ездит. Норвежский физик выстрелил себе в живот ради науки. То есть, собственно говоря, воплотил мечту миллиардов. Он решил доказать, что в воде из автомата стрелять не только можно, а иногда даже нужно и полезно. И безопасно. Он залез в бассейн и выстрелил себе в живот из автомата. Видео об этом подвиге сняли норвежские телевизионщики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лекарства для рака. Они придумать не могут. Лекарства от Альцгеймера, ученые норвежские, придумать не могут. Ученые из Норвегии, да не только из Норвегии, лезут в воду, чтобы доказать то, что я знал в шестом классе. Конечно. Что для того, чтобы сделать поджиг, надо из поджига выстрелить в воду. Конечно, глубокое открытие сделал. Я помню, когда-то великие ученые себе вспрыскивали всякие вакцины, умирали, прививали себе оспу, чуму. А этот, видимо, на деньги американской мафии провозил эксперимент. Хорошо, рядом нас не было. Потому что мы могли бы подойти и бросить туда аккумулятор. Читаю, ни слова вообще не прибавляю. В исправительной колонии Екатеринбурга произошел инцидент, во время которого енот по имени Сёма Совершил нападение на своего друга-крокодила Лакостика, названного в честь линии модной одежды и ароматов. Понятно, чьим кумиром является Лакостика. Из тех, кто садится на... Понятно, почему енот может напасть на крокодила. Если крокодил, если енот Сёма, а крокодил Лакостик, то кто такой-то крокодил? Лакостик вообще, судя по всему, из-под нарты не вылазит. Потому что там ему и место. Но, 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 сразу ситуация взята под контроль. Представитель управления Федеральной службы исполнения наказания УФСИН Александр Левченко рассказал журналистам, собрал журналистов, что в последнее время... То есть, он следит. А как же? Следит за этими делами. Что там Сёма? Почему он побежал к Лакостику? Как там что? В последнее время животные не ладят друг другом. То есть, вот не ладят они. Ладят, что дружили, да? Енот стал вести себя очень агрессивно и неадекватно. Руководство колонии уже занялось поиском самки для неспокойного енота. Всё, всё, у зэков не будет двух компьютеров, но у Сёмы будет новая подруга. Это программа Бункер С. Мы откроем все двери. До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова